Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Мы продолжаем наш цикл о продюсерах и новые программы будем делать о Хосе Альберто Кастро. В одну программу мы, скорее всего, не уложимся, поэтому будем делать две. Итак, первая передача о начале славного пути одного из самых интересных продюсеров Мексики. Хосе Альберто Кастро является братом легендарнейшей мексиканской актрисы Вероники. Он ее младший брат, поэтому, можно сказать, судьба его была предопределена. А именно то, что свой творческий путь он начал, разумеется, вместе с сестрой. К 1990 году Вероника достигла уже такого статуса, когда она могла на телевизии делать сериалы с собой в главной роли. Привлекла братца для работы над своим телесериалом под названием «Моя маленькая Солидат». Не пекение, Солидат. Продюсером этого сериала была Вероника. Вообще она все сделала сама в этом сериале, ну, чисто под себя все так организовала. Братец был на подхвате, ибо тогда он был молод. Молод и неопытен. А учился у старшей сестры. «Моя маленькая Солидат» была, в общем-то, типичной розовой теленовеллой. По сюжету не представляла из себя ничего особенного. Бедная, покинутая всеми девушка. Рожает ребенка. Ребенка у нее, разумеется, крадут. Ну, и вперед бодяга на 100 серий про то, как она этого ребенка ищет. По сюжету ничего интересного. Но, тем не менее, мексиканский зритель в 90-м году, судя по всему, еще не был. Перекормлен такого рода продуктами. Поэтому сериал успех имел. А Вероника Кастро, в общем-то, продолжила свою эпопею в розовых сериалах. Для Хосе Альберта этот сериал был довольно неплохим началом. Но он в нем был на подхвате. В общем-то, ничего не решал. Чисто так. Учебная тетрадка для будущих работ. Поэтому мы переходим сразу к году к 93-му, когда он, опять же, вместе с сестрой затеял сериал «Валентина». Здесь ситуация была интереснее, потому что формально Хосе Альберта уже дорос до роли главного продюсера. Но это ему пользы не принесло, ибо Валентина, в отличие от «Моей маленькой солидат», провалилась с треском. Это была, опять же, розовая теленовая луа. Абсолютно стандартный сюжет. Что будет дальше, можно было предсказать еще в начале. При этом успеха «Моей маленькой солидат» Валентина не имела вообще. То есть Валентина – это был один из самых больших провалов в карьере Вероники Каски. После которого она поняла, что все-таки в 40 лет играть розовую героинь уже поздно. Хосе Альберта в этой ситуации жаль, потому что, несмотря на то, что он якобы был исполнительным продюсером, слабо верится, что он на этом сериале что-то решал. Ибо, скорее всего, все решала, опять же, его сестра, а Хосе Альберта был в прикрытии. Валентина провалилась, несмотря на очень хороший кастинг. Сюжет был абсолютно никакой. Хосе Альберта на этот раз с сестрой пролетели мимо каст. После этого Хосе Альберту нужно было срочно реабилитировать. И поэтому в 95-м году он затеял ремейк абсолютно легендарнейшего сериала Эрнеста Алонсо. Ремейк сериала «Никто кроме тебя». Версия Хосе Альберта называлась «Акапулько. Тело и душа». Акапулько, Кверпо и Альма. На главную роль Хосе Альберта пригласил известнейшую певицу Патрисию Монтеролу. Она на тот момент была актрисой весьма неопытной, потому что за плечами у нее было лишь несколько весьма второстепенных ролей вне самых известных сериалах. А тут Хосе Альберта сделал на нее главную ставку. И, в общем-то, не прогадал. Потому что «Селеновелла» имела успех большой. То есть, конечно, до статуса «Никто кроме тебя» Акапулько, Тело и душа не дотянуло. Но, тем не менее, «Селеновелла» в Мексике была очень успешной. Долгое время была даже первой по рейтингам. Так что на этот раз Хосе Альберта получил первый, можно сказать, в своей карьере успех. Если говорить о личных впечатлениях о сериале, то это была, на мой взгляд, достаточно неудачная версия «Никто кроме тебя», потому что от атмосферы оригинала там ничего не осталось, сериал адаптировал Эрик Вон, обладающий достаточно буйной фантазией и буйным темпераментом. То есть, если изначально Акапулько, Тело и душа было немного похоже на оригинал, то где-то в середине Эрик Вон разошелся вовсю, и сериал пошел вообще не туда. Но мексиканского зрителя на тот момент это устроило. Поэтому сериал был успешен. Хосе Альберту можно за него поставить плюсик. А мы переходим к году 96-му, когда Хосе Альберта сделал мексиканскую версию чилийского сюжета. В Чили был великолепный сценарист Артура Моя Грау, который знаменит в первую очередь своими теленовеллами «Мачеха» и «Калорина». Но была у него также и радионовелла под названием «Две женщины и мужчина». И по этой радионовелле Косе Альберта в 96-м году сделал свою версию, которая называлась «Сентиментус ахенус». Можно перевести на русский язык как «Чужие чувства» или «Украденные чувства». Если говорить по сюжету, в принципе схема достаточно стандартная. Про стандартную героиню, мазохистку, стандартного героя, садиста, который весь сериал над ней издевается, а в конце она его, разумеется, прощает. В общем, наверное, каждый зритель более или менее опытный может назвать таких сериалов в десяток, если не больше. Но, тем не менее, «Сентиментус ахенус» имела успех в 96-м году. Урора не было, конечно. Тем не менее, для новелла была успешна. В главных ролях там снялись Иоланда Андрада и Карлос Фонса. То есть пара у них, в общем-то, была ничего, но стандартная сериальная схема под названием «Садист плюс мазохистка» начало уже, честно говоря, поднадоедать. Но у мексиканцев на тот момент было другое мнение, поэтому провала на этот раз не вышло. Таким образом, наш Хосе Альберто передохнул, начал уже подзабывать, что такое сериальный провал, и вернулся к работе со своей сестрой Вероникой. И в 97-м году они сделали вместе сериал «Куя-Блучико» и «Ферно-Гранде». В России он шел под названием «Ад в маленьком городке». История с этим сериалом, на самом деле, очень интересна, потому что сериал провалился с треском просто чудовищным. Это считается абсолютнейшим мегапровалом, и после этого сериала Вероника Кактро фактически поставила на теленовеллах крест. Но на самом деле, если опять же говорить о личных впечатлениях, то провал этого сериала, с одной стороны, понятен, а с другой стороны, очень обиден, потому что сериал не был, он абсолютно не был стандартным. Сюжетная схема сериала абсолютно отличалась от того, к чему привыкнется канцузритель. Сериал был очень интересным, там не было ни одного штампа, там были интересные герои, хорошие образы. Главная пара в исполнении Вероники Кастро и Хуана Солера, конечно, вызывала вопросы, относительно их, так сказать, экранной совместимости, но тем не менее, в общем, сериал, на мой взгляд, был хорошим, и просто он не был оценен подостранственной мексиканской публикой, которая привыкла к более традиционным зрелищам. Потому что этот сериал был настолько необычен, там были такие нестандартные для сериалов герои, такие странные для сериалов сюжетные ходы, и такая абсолютно необычная злодейка, которая вызывала гораздо больше сочувствия, чем отрицательных чувств, что мексиканский зритель от такой ядреной смеси просто потерял голову и не смог оценить. Кстати, несмотря на провал в Мексике, Клэбло Чико Инферно Гранде имела очень большие рейтинги в США, где публика не такая зашоренная. В общем, если и можно порекомендовать зрителю какой-нибудь абсолютно нестандартный сериал с необыкновенным сюжетом, абсолютно непредсказуемыми ходами и невероятным финалом, то это именно Клэбло Чико Инферно Гранде. Думается, что время этого сериала в Мексике рано или поздно придет, уж больно он интересен. И, кстати, это был один из первых сериалов Хосе Альберто, в котором он вывел весьма нестандартную главную героиню. Это позже станет его настоящей фишкой. Главной героиней в сериалах Хосе Альберто чаще всего барышня с изюминками, причем это мягко сказано. И героиня Вероники Кастро в Клэбло Чико Инферно Гранде была именно такой. К 45 годам Веронике, надо полагать, надоело рыдать в розовых сериалах. И она потребовала у брата что-то нестандартное. И она это нестандартное получила. Потому что героиня у нее мало того, что не отличалась пуританским характером, так еще и была достаточно жесткой, что по меркам мексиканских сериалов очень большая редкость. В общем, заканчивая разговор о Клэбло Чико Инферно Гранде, можно сказать, что сериал необычный, сериал интересный. Сериал не был оценен мексиканской публикой, но тем не менее он, как минимум, заслуживает внимания. Но, к сожалению, в карьере Хосе Альберто сериал остался как мегапровал. А мы переходим к году 98-му. К тому моменту Хосе Альберто был уже по уши в браке с Анхеликой Ривера. Пусть брак был и гражданский, но тем не менее. У них уже была общая дочка. А имея в женах одной из самых красивых и талантливых актрис Мексики, грехом было ее не снимать. 98-й год ознаменовался первой совместной работой Хосе Альберто и Анхелики. В общем-то, первой она была скорее формальна, потому что познакомились они на теленовеле «Моя маленькая солидат», но тогда, балом правила Вероника, тут же Хосе Альберто привлек жену единолично. И итогом их совместных трудов стала теленовела «Анхела», вышедшая в 98-м году. Партнером Анхелики там был Хуан Салер. То есть, судя по всему, Хосе Альберто очень понравилось работать с ним на плотную чико «Инфернограмма». Пара Анхелика Ривера и Хуан Салер получилась очень хорошей, получилась химичной. И сериал «Анхела» имел достаточно большой успех, то есть негауспехом он не был, но тем не менее и провалом тоже не стал. Это была достаточно нестандартная схема сюжета, то есть, в принципе, там все началось с мести, но потом закрутилась достаточно нестандартный водоворот. Тереновела была не длинной, то есть всего 80 серий. По меркам мексиканского телевидения, это фактически полнометражный фильм. Главные герои там были очень хорошие, и героиня Анхелика Ривера, пусть и была похожа на ее героиня в хозяйке, но тем не менее являла приятный контраст по сравнению с стандартными героинями мексиканского сериала. То есть это была, опять же, девушка с характером. Так что Хосе Альберто, зватель новеллу «Анхела», респект. А мы переходим на год 99, когда Хосе Альберто решил поэкспериментировать, иначе не скажешь, и сделал молодежный сериал под названием «Серафин». Это был не столько молодежный, сколько даже детский сериал, потому что главным героем его был ангелочек. Ангелочек с весьма своеобразным характером, который был за этот самый характер с ослом на землю исправлять сотворенные шаловливым характером грехи. На земле ангелочек нашел, разумеется, проблемную семью с проблемным ребенком и начал помогать. В общем, сюжет тот еще, а уж по меркам больной католикоза Мексики вообще улет. Хосе Альберто рискнул, и риск, к сожалению, себя не оправдал, ибо Серафин успеха не имел. Ну, опять же, скорее всего, дело в мексиканском зрителе, который очень серьезно относится к ангелам, перерождениям и прочее. Можно вспомнить относительно недавний провал достаточно неплохого сериала «Онкочита деселло», который также затронул эту больную для мексиканцев тему. Так что можно сказать, что Хосе Альберто рискнул. Риск себя частично оправдал, частично нет, но, тем не менее, за оригинальную идею ему большое спасибо. А мы переходим на год 2001, когда Хосе Альберто вернулся к сотрудничеству со своей женой и создал совместный сериал «Синтикадо консибидо». На русский язык это можно перевести как «Рожденный без греха». В главных ролях, кроме Анхелики, в главной мужской роли был Карлос Понсо, с которым Хосе Альберто уже работал на Терри Новелли «Чужие чувства». Здесь, к сожалению, расчет на проверенную «Старую гвардию» не оправдался. «Рожденный без греха» провалился с треском. Несмотря на то, что кастинг был там очень хороший, то есть помимо Анхелики и Карлоса Понсо, главного злодея здесь играл Серхио Гой, который как всегда отправился на «Отлично». Злодея у него, скорее всего, получается лучше, чем главные герои, потому что в злодейских ролях он раскрывается вовсю. И, кстати, в «Синтикадо консибидо» одну из своих первых миссиканских ролей сыграл Себастьян Рунли. Он там совсем молоденький, но, судя по всему, Хосе Альберто понравился, потому что в будущем тот с ним не один раз работал. Но что касается сериала «Синтикадо консибидо», это, к сожалению, был провал. Сюжет у этой теленовеллы достаточно стандартный, в общем-то, ничего особенного на себя не представляет. И, несмотря на хороший кастинг, зритель его смотреть не стал. Жаль это не или не жаль, сказать сложно, потому что все-таки о сценарии тоже не надо забывать. А в данном случае Хосе Альберто положился на розовую классику и, к сожалению, прогадал. В 2004 году он создал сериал, который ну никак не мог называться «Розовой классикой». Это была легендарнейшая теленовелла «Руби» с Барбарой Мори в главной роли. Сериал был абсолютно нестандартный, очень интересный. Там были отличные актерские работы и сюжет там был просто улет. Хотя бы, если сравнивать с традиционными миссикантскими простями. Сюжет был позаимствован у Иоланды Варгазулучи, очень своеобразной писательницы, которая создала в частности Алондру и Марию Изабель. Те, кто эти теленовеллы смотрел, могли ожидать от Руби очень-очень многого. И они это получили. Потому что все-таки главную героиню, стервочку, которая душу готова отдать за деньги и богатого мужа, сериал «Встретишь редко». Но тут Хосе Альберт разошелся абсолютно. Главная героиня с червоточинкой, причем это мягко сказано. Барбара Мори в этой роли просто купалась. Она ей очень подошла. Молодая, красивая стерва из нее получилась на 5 с плюсом. Партнеры Себастьян Рули и Эдуардо Сантамарина Барбару Мори не подвели. И таким образом Хосе Альберто получил, наверное, самый большой успех в своей карьере. Теленовелла Руби шла 8 часов и была очень успешной. Она имела высочайшие рейтинги. По итогам 2004 года Хосе Альберто получил за нее все премии, которые только мог мечтать. И до сих пор Руби пользуется невероятным успехом и имеет очень высокие рейтинги в многочисленных повторах по всему миру. А Барбара Мори с тех пор где только не снималась и даже уже начала подзабивать на традиционные нефтиканские новеллы. И у нее теперь абсолютно другие интересы. И благодаря за это она должна именно Хосе Альберто, который дал ей настоящую бриллиантовую роль. Таким образом Руби по меркам 2004 года стала самым успешным сериалом и Хосе Альберто получил первую звезду на грудь. На этом мы заканчиваем нашу первую передачу. А следующую начнем с телесериала 2006 года кодига Пустан почтовый код. До новых встреч!